Жаркая погода вынуждает искать прохладу. Жители Люберецу стремились к воде. Наташинские пруды, карьер Латкарина, Малаховское озеро, водоемов в округе много. Вот только купание в них строго запрещено. Такова позиция территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области. В ведомстве нам назвали одно единственное место, где официально разрешено купаться. Купальный сезон. Для людей он открывается с приходом комфортной температуры. А для сотрудников Роспотребнадзора еще зимой. Письма направляем о необходимости приведения этих зон в надлежащее санитарное состояние и, соответственно, закрепления за этими зонами ответственных лиц, которые будут отвечать за то, что происходит в летний период и, соответственно, за поддержанием там чистоты и порядка. Наташинские пруды, берег густо усеян отдыхающими. Дети и взрослые, семьи многие время от времени заходят укунуться. Табличка «Купание запрещено» никого не смущает и тем более не останавливает. А что боятся? Подцепить что-нибудь? Не, не боюсь. Ну все же купаются. Ну и я купалась вчера. Все хорошо. Пришли домой, приняли ванну и скупались. Все нормально. Купаюсь, конечно. А почему? Потому что здесь, во-первых, близко. Но и ответственного за организацию купания здесь нет. Да и администрация Люберец обратилась в Роспотребнадзор признать данный объект только зоной отдыха. В этом году мы получили только одно постановление о именно том, что водный объект будет использоваться в целях купания. Это постановление администрации города Дзержинского о муниципальном пляже, который находится у них по улице Угрешская, дом 19. Соответственно, это карьер ЛГОК. На сегодняшний день карьер в Дзержинском – единственное место, где можно плавать и нырять без каких-либо опасений за здоровье. Проведено исследование воды, почвы и песка, выдано заключение, которое гласит, что пляж проинспектирован, а его состояние отвечает микробиологическим, радиационным и иным санитарным нормам. Контроль окружающей среды будет обеспечиваться до завершения пляжного сезона. Два других крупных водоема Люберецкого округа, Кореневский карьер и Малаховское озеро, так же, как и Наташинские пруды – всего лишь зоны отдыха. Там экспертиза не проводилась. Мы считаем, что так как это не было заявлено, то эти зоны отдыха не могут использоваться с целью купания, так как там не проведены определенные мероприятия. От администрации поселений, на территории которых расположены непригодные для купания водоемы, требуется проинформировать население о том, что заходить в воду нельзя, установить таблички, содержащие информацию о запрете. Яна Яковлева, Алексей Абрамов и Никита Скраган, телеканал ЛРТ.